Добрый день, уважаемые студенты и наши возможные слушатели. Мы с вами продолжаем рассматривать средневековую персидскую литературу. Сегодня мы говорим с вами о человеке, который сыграл колоссальную роль в системе образования и в политике государства в то время, когда он занимался этими вопросами. И его имя Низам Аль-Мульк, именно так он входит в историю. Но прежде чем мы перейдем к его наследию, я бы хотела несколько слов сказать о том, что такое Медресе и какую роль данное учебное заведение играет в средневековье именно в формировании государственных лидеров и духовных лидеров вот того времени и для тех людей. Слово Медресе восходит к слову Мадреса и буквально это место учения или место, где происходит обучение. Оно связано также с арабским словом Дараса, то есть учить. И я думаю, что вы слышали это слово, поскольку наша культура тоже связана с таким направлением обучения. То есть это мусульманское, религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени после начальной системы обучения. Исторически Медресе выполняло всегда функцию среднеобщей образовательной школы и также выполняло роль мусульманской духовной семинарии. Исторически обучение в Медресе всегда было раздельное, то есть если обучались мальчики, то только они и обучались там и обучение в Медресе также исторически было бесплатным. Туда поступали после окончания Мектеба или Мактаба, то есть это была начальная школа. Иногда после домашней коронической школы и в средние века на территориях, которые были под влиянием мусульманской культуры, Медресе был единственным высшим общеобразовательным институтом в исламском мире. Там готовили служителей культа, учителей для начальных школ и также служащих для государственного аппарата. Исторически, особенно в средние века, ведущие ученые арабского мира заканчивали именно Медресе. Когда ислам только начинает распространяться, то первое время функцию именно Медресе выполнялось в мечети. Но есть ряд вопросов и конечно ведутся научные дискуссии, когда именно Медресе возникает в качестве самостоятельной организации. То есть постепенно функции мечети и Медресе разделяются и считается, что первые Медресе именно как места обучения начинают функционировать в Мавиранахре и Хорасане. Самое раннее Медресе, которое сохранилось именно в исторических описаниях, это Медресе в Бухаре. Оно упомянуто в описании пожара Бухары в 937 году по европейскому исчислению. Первые попытки создания централизованной системы образования были сделаны при аббасидах. То есть вы понимаете, что государство, если правильно позиционирует себя по отношению к государственным институтам, то в первую очередь стоит вопрос о том, как его граждане будут получать образование. И есть очень широко распространенное мнение, что Медресе в качестве достаточно централизованной системы обучения и, соответственно, в количественном эквиваленте появляются при сельджукидах, то есть в 11-12 веках. Но они появляются тоже не просто так. То есть два основных направления в исламе – это сунниты и шииты. Они достаточно враждебно всегда относились друг к другу. И возникают очаги пропаганды шиитов. Они называются «Дворцы мудрости». Они вот в названии на арабском называются «Дар аль-Хихма». И сунниты должны противостоять именно распространению вот этих вот культурных моментов. И поэтому появляются Медресе по всему государству сельджуков. И получается, что когда при сельджуках появляется прямо разветвленная сеть Медресе, это поможет государству популяризировать постулаты именно суннитского ислама. Ну, считается, что прообразом Медресе в качестве государственного института – это было Медресе, которое называлось «Дом мудрости», то есть «Байт аль-Хихма» именно в Багдаде. И его основал когда-то полулегендарный халиф Харун Ар-Рашид. Но также в первых Медресе и вплоть до практически позднего средневековья там изучались различные науки. На арабский язык переводились античные трактаты с греческого, например, языка по философии, астрономии, медицине, механике и ряду других наук. Медресе исторически всегда существовало с библиотекой, то есть это действительно были дома знаний, дома мудрости. И я сказала, что исторически в Медресе было бесплатное обучение, и Медресе, и библиотеки содержались на частные пожертвования. Мы говорим с вами сегодня о человеке, чье имя в истории Низам Аль-Мульк. Именно с его личностью связано понятие Низамия или Низамия, зависит от ударения на персидском или на арабском языке. Вот это тип учебного заведения, это сеть или группа учебных заведений, именно Медресе, которые были инициированы и построены при правлении Низама Аль-Мулька в XI веке. И вот этот тип Медресе Низамия распространяется в XI веке в Иране. То есть само название Низамия связано с именем Низама Аль-Мулька и, соответственно, исторически показывает именно его роль инициатора их распространения и строительства. Именно тип Низамия отличался от, допустим, другой сети Медресе. То есть это была именно государственная, общеобразовательная программа для людей, которые свою роль сыграют еще в государстве. И вот именно Медресе, которые входили в группу Низамия, они превосходили все остальные Медресе и были известны далеко за пределами исламского мира. Финансовая, политическая и духовная поддержка именно этому типу учебных заведений оказывалась правящими кругами и элитой Сельджукской империи. Некоторые исследователи считают, что создание Низамий было вызвано попыткой помешать растущему влиянию в регионе исмаилитов. Исмаилиты – это одно из ответвлений ислама. Исмаилиты разделялись на несколько сект. Одна из этих сект известна в нашей культуре, и она очень популяризирована в ряде фильмов и игр. Она называется «Ассасины». Это уже европейское название, то есть это крайне радикальное ответвление исмаилитов, которые решали свои вопросы исключительно убийством ненужных для них людей. И сам Низам Альмульк, у него есть ряд трудов, и часть из них до сих пор переводится на различные европейские языки. Я уже не говорю о восточном мире. Эти книги прекрасно переведены на русский язык. И у него есть знаменитый труд, он примерно переводится как «Политика». И там Низам Альмульк посвящает значительную часть содержания именно опровержению доктрин исмаилитов. Получается, что Низамии появляются практически в каждом более или менее крупном городе, среди которых Багдад, Нишапур, Балх, Герат и Исфахан. Для преподавания в этих медресе Низамия приглашаются крупнейшие ученые исламского мира, среди которых были и такие известные ученые, как Аль-Газали, Аль-Джувини, Абу-Асхака-Аширази и многие другие. Я уже сказала, что медресе не существовали никогда без библиотек. То есть рядом с медресе везде будут основаны крупные библиотеки. Всем студентам в Низамии предоставлялось бесплатное питание и проживание. И как показали итоги данного образования, многие известные исламские богословы, ученые и политики были выпускниками этих учебных заведений. Вообще история образования всегда очень интересна, особенно для людей, которые все-таки остаются в образовании и выбирают для себя путь учителя или преподавателя. Если вас заинтересует колоссальное направление развития образования на Востоке, я думаю, что вы можете обратиться к этим вопросам самостоятельно. Вплоть до Средневековья медресе, которые были по всему исламскому миру, предоставляли, как считают ученые, лучшее образование, чем было в то время в Европе. И только когда в Европе начинается возрождение, только тогда учебные заведения Европы станут предоставлять намного лучше образовательные услуги, чем до этого можно было их получить именно в таких школах и колледжах, какими, по сути, были медресе. Но для этого тоже есть ряд причин, исторических и политических. В любом случае, история развития образования в целом – это очень интересный вопрос. И я думаю, что можно при желании найти ответы на качество обучения в тот или иной период времени в истории человечества. В 1065 году по европейскому летоисчислению именно в Багдаде появляется первое медресе по типу низамия. К сожалению, оно не сохранилось в результате различных моментов. Его на этом месте перестраивали и позже реставрировали. То есть в Багдаде просто сейчас сохранилось место, где когда-то была построена низамия. На строительство этого первого медресе было затрачено порядка 200 тысяч динаров. И Низам Аль-Мульк лично назначает главой этого медресе выдающегося исламского богослова и философа Абу Хамида Аль-Газали. И среди студентов багдадской низамии был персидский поэт Саади. Тоже известный уже в современной мировой культуре поэт именно с мировым именем. Полностью имя Низам Аль-Мулька было Абу Али Аль-Хасан Ибн Али Ибн Исхака Туси. Ну, естественно, что вот под таким длинным именем он в историю не мог войти. И титул Низам Аль-Мульк – это именно не личное имя, а его почетное звание. То есть примерно переводится как «Порядок государства» или «Порядок царства». Он родился в 2018 или в 2019 году по европейскому исчислению близ места Туса в Хорасане и умер 14 октября 1992 года. Я говорю тоже по европейскому исчислению недалеко от места, которое называется Нехавент. Низам Аль-Мульк – персидский государственный служитель, который был на службе у сельджукских султанов. Сельджуки – это тюркская династия. И он считается и действительно по праву одним из выдающихся деятелей средневекового мусульманского Востока. В 1063 году он занял пост визире или первого министра и сохранял эту должность на протяжении правления султана, которого звали Арпарслан, годы его правления 1063-1072, и султана, которого звали Меликшах, годы его правления 1072-1092. Низам Аль-Мульк был приверженцем традиций сильного централизованного государства. У него есть труд, который, он тоже переведен на русский язык полностью. Этот труд называется по-персидски «Сеясат-Намэ», и его переводят иногда как «Книга правления», или иногда его переводят в «Житие царей», и это считается старейшей рукописью, которая сохраняется с XIII века. То есть вы понимаете, что переписывалось в результате отсутствия книгопечатания в том виде, как оно появляется позже в Европе, и именно старейшая сохранившаяся персидская рукопись – это и есть «Сеясат-Намэ». В этом знаменитом трактате изложена мусульманская доктрина управления государством, которая основана на исламской справедливости и очень сильной бюрократической централизации. Низам-аль-Мульк при своей жизни пользовался авторитетом и огромной властью. Он содействовал сплочению сельджукидов и арабских халифов Багдада, аббасидов, и также он противостоял фатимидам и буидам. Низам-аль-Мульк, как я вам уже сказала, более известен в системе образования тем, что под его руководством и при его инициативе появляется ряд высших школ-медресе, которые позже становятся именно известны как Низамия, и наиболее знаменитым из них был Багдадский, Багдадское медресе Низамия, там преподавал Аль-Газали. Ну, биография Низама-аль-Мулька, она тоже достаточно интересная и достаточно сложная. В принципе, перс по происхождению, и он для этого государства сельджукидов был человеком и другого этноса, и совершенно другого происхождения. Тем не менее, благодаря своим колоссальным заслугам он поднимается с невысокого статуса социального, и фактически он был правителем всей империи в течение 20 лет, после того, как в 1072 году султана Аль-Парслана убили. И когда описывают его биографию, то его описывают в качестве классического, может быть, архетипа, хорошего визиря, и таким он остается при описании исламской истории того периода. Обычно все-таки указывают две его основных колоссальных заслуги в истории данного государства. Это именно создание сети Медресе Низамия и также написание его книги Сеасат Намэ, книга правления. То есть это политический трактат, в котором использовались различные исторические примеры для обсуждения справедливости, эффективного правления и роли правительства в исламском обществе. Абу-Ле-Хасан, так его звали при рождении, или позже Низам Аль-Мульк, он родился в небольшой деревне Раткан, недалеко от Туса в Иране, и его семья принадлежала к сословию Дихкан, то есть это были средние землевладельцы. Тем не менее, его отец Али-Ибн-Исхак был в нашем эквиваленте министром финансов при Газневидах, это была другая династия, и, как вы понимаете, именно благодаря тому, что у семьи были деньги и положения, все это вложили в образование мальчика, и он мог бы, наверное, позже занять и место своего отца. Однако турки-сельджуки победили Газневидов в битве при Данданакикане, это происходит в 1040 году, и они завоевали Хурасан, и поэтому отец Низама Аль-Мулька бежит в Газне. Мы с вами уже неоднократно говорили об этом городе. Мальчик, естественно, последовал за своим отцом в Газне, но через какое-то время, несмотря на то, что они вроде бы были беженцы и потеряли очень многое из-за того, что приходит к власти другая династия, он именно с Газне начинает свою карьеру, он понимает, что уже не вернуть власть Газневидов, он покидает все возможные, ну, как сказать, все возможности для того, чтобы остаться, служить при Газневидах, и поступает на службу к сельджукам. Он становится постепенно главным администратором всей провинции Хорасан. Это будет в 1059 году по европейскому исчислению. Остается очень сложная обстановка и среди новой династии, то есть к власти пришел один султан, его звали Тугрил, он умирает бездетным, это происходит в городе Рей, и к власти приходит его племянник Сулейман, его должность и место султана осваивает Ау-Ау-Парслан, поскольку они оба сыновья брата Тугрила, которого звали Чагри. И, естественно, для всех других людей становится важным принять чью-то позицию, то есть вы понимаете, что творится в результате того, кому же достанется трон. В итоге выбирает Низам Аль-Мульк именно в сторону Ау-Парслана, и пока Ау-Ау-Парслан еще не был султаном, но Низам Аль-Мульк дает ему ряд советов, советов, которые в результате приводят Ау-Парслана к тому, что он становится именно султаном всей империи. Естественно, что после этого Ау-Парслан очень сильно доверяет Низаму Аль-Мульку, он начинает укреплять свою власть в различных провинциях данного места, он начинает завоевывать и новые территории, и он назначает Абу Али-Хасана или Низама Аль-Мулька своим визирем, и он останется на этой должности, и, как я уже вам сказала, не только при султане Ау-Парслане, но и при следующем султане, Малик Шахи I. Примерно в это время влияние Низама Аль-Мулька становится настолько огромным, что постепенно это приводит к присвоению ему титула, который переводится в орден царства, как я вам уже говорила, или порядок царства, вот Низам Аль-Мульк. Ау-Парслан был человек очень сильный в военной сфере, и он часто проводил в военных походах, поэтому внутренними делами занимается его визирь Низам Аль-Мульк. Он основал административную организацию, которая характеризует именно его как сильного и качественного бюрократа. Это система, которую создает Низам Аль-Мульк в государстве, которая еще не окрепла просто от различных потрясений. И, по идее, даже Ал-Ал-Парслан не может быть четко уверен в том, что ему враги не дышат в спину. И, тем не менее, Низам Аль-Мульк с помощью своей организованной системы укрепляет султанат, и его система работает и последующие поколения. Также Низам Аль-Мульк сопровождал Ал-Парслана во многих его военных походах. Он дает ему советы, которые распространяют влияние султаната и на другие страны, например, на какую-то часть территории Грузии. То есть там речь об укреплении связей была связана с женитьбой на племянницы правителя данного места. И где-то благодаря хитрости, где-то благодаря дипломатии, где-то благодаря политике, а где-то благодаря именно прямой военной агрессии султанат под непосредственным правлением Низама Аль-Мулька становится одной из сильнейших государств того периода. Ну, вот этот труд «Сия-Сат-Намы», который переводят, конечно, по-разному, и книга политики, и книга царств и так далее, ее еще по-арабски называют «Сияр-Аль-Мулук», то есть книга изначально была написана на персидском языке, и позже ее перевели на арабский язык, и потом она уже занимает свое видное место в ряду необходимых трактатов, которые начинают изучать люди, которые близки к управлению государством. По идее, Низама Аль-Мульк пишет эту книгу не просто так, то есть он управлял всей администрацией империи Сельджука в течение 30 лет. Он отвечал за то, чтобы формы правления обеспечивали людям в достаточно пестром национальном составе государства нормальное место для того, чтобы они могли жить в этом государстве. И считается, что все-таки это шедевр книг по управлению государством. Еще Сия-Сат-Наме написан в таком типе жанра. Обычно этот жанр переводится как зеркало для принцев. Вот этот литературный жанр, он известен с древнейших времен в истории литературы, то есть сохранились каменные таблички Шурупака. Он в европейском понимании переводится как зеркало для принцев. То есть это такой тип, который описывает вопрос на ответную форму, то есть в русской литературе тоже есть такой тип норовоучений, то есть он не прерывается вплоть до сегодняшнего дня, то есть я буквально на днях видела подобный жанр, там советы для девочек или советы для мальчиков, то есть он не устаревает и пользуется не просто популярностью, он также пользуется и огромным спросом. Считается, что Сиасат Намэ было создано Низамом Альмульком по просьбе Малик Шаха. Он хотел, чтобы его министры, последующие за Низамом Альмульком, были такими же грамотными людьми и были такими же, скажем так, религиозными, набожными, духовными, и поэтому он еще хотел, чтобы его министры все могли написать подобный труд. Тем не менее, только Низам Альмульк написал свой труд, который и получает итоговое одобрение Малик Шаха, и после этого Сиасат Намэ становится каким-то законом, то есть оно, вот это литературное произведение ложится потом в основу управления государством. Примерно состав Сиасат Намэ это 50 глав посвящены религии, политике и различным другим вопросам, с которыми государство может сталкиваться в течение своих различных вопросов. И последние 11 глав Сиасат Намэ они написаны незадолго до убийства Низама Альмулька, они посвящены описанию опасностей, с которыми сталкивается государство, особенно в результате угроз со стороны Исмаилитов. То есть, если мы переведем на современные реалии, то он описывает, насколько опасны могут быть религиозные течения, в основу которых ложится именно решение своих вопросов, мы бы сейчас наверное сказали, террором и убийствами. В целом, Сиасат Намэ считается как руководство правителя в отношении реалий управления и того, как государством следует управлять. Там описывается надлежащая роль солдат, полиции, шпионов, финансовых чиновников, даются этические советы, которые подчеркивают необходимость справедливости и религиозного благочестия правителя. Низам Альмульк подробно описывает, что он сам считает справедливостью, он описывает, как нужно построить государство, чтобы всем классам отдавалось должное и чтобы все слабые в данном государстве были защищены. Где это возможно, справедливость он описывает в качестве обычаев и также он очень серьезно опирается и на мусульманское право и он везде пишет, что правитель несет ответственность перед богом. Сиясат Намэ в качестве исторического источника дает представление об отношении персидской элиты 11 и 12 века к прошлому их цивилизации и также свидетельствует о методах бюрократии и степени влияния на нее доисламских традиций. Самая ранняя из всех сохранившихся копий Сиясат Намэ в настоящее время хранится в национальной библиотеке Тебриза в Иране. Но как вы понимаете Ау Парслан действительно не просто так боялся за свою жизнь. Его убили в 1072 году. Именно Малик Шах Первый бросит вызов в битве и это будет битва в которой Малик Шах победит. В течение двух лет опять идет борьба между Малик Шахом Первым и дядей Ал Парсланом которого зовут Кавурт в 1074 году в январе армии встречаются у Хамадана войска Кавурта были из традиционных солдат из армии Алпарслана а вот Малик Шах уже набирает свою армию гуламов то есть более обученных воинов но более того что армии были еще по-разному организованы часть армии Кавурта переходит на сторону Малик Шаха но Кавурт просит у Малик Шаха пощады но Низам Альмульк дает совет Малик Шаху не оставлять Кавурта в живых то есть он всегда будет представлять угрозу и скорее всего как посчитал Низам Альмульк он также будет опасен тем что он может со временем собрать сторонников и он даст совет Малик Шаху чтобы постепенно устранили Кавурта и Кавурта чуть позже отравят по идее именно Низам Альмульк дает советы Малик Шаху как организовать армию сельджуков и эта армия сможет сдерживать неуспокоившихся газневидов Хорасани они также отбросят секту Фатимидов Сирии победят других сельджукских претендентов на престол они вторгнутся в Грузию и превратят ее в государство которое будет платить сельджукам дань не заставят региональных правителей подчиниться и аббасидские халифы которые тоже представляют угрозу для сельджуков будут бессильны свергнуть вот эту династию Низам Альмульк оставил очень большой след в организации всех государственных органов сельджукской империи и этим он и заслужил свой титул орден царства он сможет ликвидировать политические разногласия между аббасидами сельджуками и различными их другими соперниками например такими как фатимиды армия сельджуков состояла из представителей различных национальностей туда входили как считают уже последующие ученые и турки и армяне и греки и арабы и славяне но Низам Альмульк отдает предпочтение все-таки всегда солдатам мы бы сейчас сказали иранского происхождения но поскольку он сам перс то он предпочитает больше доверять персам дело в том что у Низама Альмулька на протяжении всей его должности визиря конечно были враги были попытки покушений на него и он в 1092 году это происходит незадолго до его смерти он чувствует что сгущаются тучи и усиливаются различные моменты угрожающие его жизни он произносит при дворе свою знаменитую речь которая в русском переводе звучит следующим образом говорю султану если ты еще не понял что я равный тебе в деле правления то знай что ты достиг этой власти только благодаря моей государственной мудрости и суждения разве султан не помнит когда его отца убили а я взял на себя ответственность за ведение дел и раздавил восставших поднявших головы из его собственной семьи и из других мест говорю султану что стабильность этой царственной шапки имеется ввиду вот ну мы наверное в нашей культуре говорим шапка мономаха связано с чернильницей визиря и гармония этих двух интересов есть средство достижения всех искомых целей и конечная причина всех достигнутых целей если я когда-нибудь закрою эту чернильницу то вся власть султана рухнет ну Низам Аль Мульк будучи человеком восточной культуры он не мог избежать конечно родственных связей у него были его и сыновья и родственники и он их рекомендовал на то чтобы они занимали различные области в области различные должности в области управления государством они имели большое влияние в государстве поскольку были родственниками Низам Аль Мулька но они все-таки конечно некоторые начинают злоупотреблять властью использовать свое влияние не в государственных а в собственных целях и соответственно многочисленные завистники непосредственно самого Низама Аль Мулька доносят до султана именно все эти действия и постепенно он испортит отношения полностью с султаном и в итоге их попытки злоумышленников увенчаются успехом и султан решит изолировать Низама Аль Мулька устранив его от государственных дел но получается что через какое-то время вот после того как Низама Аль Мулька отстранен отдел государств он отправляется в путешествие из из Фахана в Багдад он сопровождает все-таки делегацию Малихшаха но он ее сопровождает не в первых рядах а ну скажем так в каком-то отдалении и когда он миновал небольшое селение близ Нахаванда там к нему подошел человек в одежде суфия и он его заколол кинжалом то есть на самом деле это был человек из секты смоэлитов с кем собственно всю жизнь боролся Низама Аль Мульк это была радикальная секта ассасинов его послал на убийство Хасан Исабах это как раз и есть основатель вот этого направления радикальных эсмаэлитов ассасинов и вот недалеко от места Нахаванда или Нахаванда и убьют Низама Аль Мулька и его даже несли на носилках то есть он даже не шел там сам и так далее то есть все-таки убийство было организованным и спланированным но Низам Аль Мульк оставил колоссальное наследие для своего времени то есть сеть медресе Низамия оно существовало и частично сохранились исторические аспекты когда-то роскошного образования в данном времени он автор трактата Сиасат Наме который представляет собой колоссальный интерес даже для исследователей современного времени он сотрудничал с такими учеными которые занимались обработкой календаря Джалали это особый календарь он был завершен в 451 году хиджры иранцы в свое время очень много уделяли внимание составлению точных календарей для этого были различные причины и все это требовало незаурядных способностей от людей которые занимались такими проектами он был достаточно хорошим может быть даже прекрасным и очень умным визирем он олицетворял величие того времени он был историком и он был в том числе и выдающимся литературным деятелем и последующие его биографы и ученые которые исследовали его биографию они все подчеркивали что он был гениальный организатор и идеальный стратег и кроме того он был еще и выдающийся ученый только благодаря Низаму Альмульку турки сельджуки смогли основать мощную империю на тех территориях которые стали для них новым домом Низам Альмульк был не только лидером персидской бюрократии он был еще и человеком который честно служил при дворе правителя он сыграл важную роль между тем чтобы политические культуры на разные культуры иранцев и турков сблизились он все-таки отвечал за то что именно персидские формы правления и управления государством которые существовали веками органично входят в новую империю тюрков сельджуков и остаются там в качестве идеальной системы сельджуки тоже просуществовали не один век и именно Низам Альмульк оставил колоссальный вклад в истории развития данной империи уважаемые студенты и наши возможные слушатели если вас заинтересует творчество Низама Альмулька его книга действительно переведена на русский язык в интернете в открытом доступе можно найти переводы если вас заинтересует какой-либо из аспектов озвученных мной данной лекции я думаю что вы можете изучить этот вопрос самостоятельно а сейчас спасибо за внимание что вы можете что вы можете использовать